Добрый день дорогие телезрители в эфире национального телевидения программа Народный контроль. И сегодня наш очередной декабрьский выпуск посвящен отчасти эхо событий 15-летней давности, когда в декабре 2002 года, накануне как раз дня энергетика, на 6 часов Якутск погрузился в мрак и холод. И координации действий всех структур, которые задействованы в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мы бы хотели посвятить очередной выпуск программы Народный контроль. Народный контроль Который испытал вот это вот состояние, когда на 6 часов, повторяюсь, центр Якутии был обесточен. Андрей, вы на связи, здравствуйте, спасибо за то, что приняли наше приглашение. Я бы хотел, чтобы вы мини такое эссе сделали, минуту на полторы-две, которая задаст вот такой тон. Что бы вы пожелали якутянам, которые постоянно находятся в такой зоне риска? Ну, землякам я бы, конечно, пожелал, чтобы все было хорошо и вся техника работала отлично, и чтобы все необходимые службы, которые заняты этим, и МЧС, и энергетики, и связь, чтобы все это, конечно, работало координированно на защиту населения Якутска. Потому что, конечно, очень хрупкая ситуация, место, в котором находится Якутия, оно такое, ну, как космос. Я же 25 лет там прожил, и прекрасно помню, что такое зимний холод. И ощущение, которое меня однажды охватило, вот это было даже тотой аварией, ужасный, 2002 года. Однажды я вдруг представил себе, а что будет, если вот, ну, вот случится такой коллапс, да? То есть, ну, это ужас, который я испытал, потому что ощущение космоса, ощущение космической станции и выхода из нее в открытый космос, это ощущение, собственно говоря, и подтолкнуло меня к началу работы над романом «Холод». А потом, когда вот, значит, рассказывали мне уже свидетели этих событий, я собирал весь этот материал. Но самое главное, конечно, чтобы человеческий фактор здесь играл позитивную роль, а не негативную, как это бывает. Чтобы люди работали сообща, чтобы в такой ситуации, не дай бог, да, она повторится, чтобы в такой ситуации не возникало прежде всего паники, чтобы все было скоординировано. Ну, и действия энергетиков тогда, 15 лет назад, показали, что, в общем, в любом случае, даже к непредвиденным обстоятельствам, они оказались готовы, и город был спасен от вымораживания, за что им огромное спасибо и низкий поклон. Спасибо, Андрей. Спасибо за такое хорошее начало нашей программы. Все, наверное, помнят события 15-летней давности, да? И я, Николай Николаевич, все-таки у нас чрезвычайные ситуации в пределах Якутка, центральной Якутии, да? Они так или иначе, на 100% связаны со сферой энергетики. Согласны с этим, да? Да, согласен, абсолютно. Да. Вот какие действия предпринимаются, ну, как вообще руководство республики выделяет вот значимость сектора энергетики, вот как раз в области жизнеобеспечения? Ну, в первую очередь, это должно быть надежность, да? То есть все очень важные объекты должны иметь несколько источников питания. Вот у нас до недавнего времени город Якутск обеспечился только одним источником питания, это Якутская ГРС-1. Вот после этого, после, вот кстати, событий 15-летней давности, очень сильный фактор, да, послужил тому, чтобы построить Якутскую ГРС-2. То есть на данный момент у нас два источника питания. Но этого тоже мало. Поэтому руководством было принято решение, правительство Российской Федерации, да, строить еще и линию. То есть у нас сейчас на данный момент линия из юга, она подошла. Осталось сделать только заходы, это мы в следующем или через год уже их запустим. То есть у нас будет на данный момент три источника питания. Три источника питания – это увеличенная надежность. Вот до этого, когда мы работали только на Якутской ГРС-1, наш регион, он в классификации Министерства энергетики состоит как регион с высоким риском прохождения осенне-зимнего периода. Это очень тонко все. И вот спасибо коллективу и руководству энергетиков, которые держат эту станцию. Они уже там все знают, где у них до мелочей. Но оборудование, видите, очень старое. Эти турбины, они уже по третий срок используются. Поэтому эта железо, она все равно ломается. Поэтому произошла такая ситуация, как 1 октября нынешнего года. Ну, случилось и 2 октября, когда, видимо, усилия энергетиков по переключению на мощности ГРС-2 вызвали второй маленький, скажем так, блок-аут, который, ну, слава богу, все пережили. Я особое значение хочу, отдельное спасибо хочу передать пресс-службе Якутской Энерго за то, что устраивает режим оповещения. Ведутся работы по плановым переключениям мощностей с ГРС-1 на ГРС-2. И, соответственно, идут какие-то веерные отключения плановые. И очень хорошо налажена система оповещений по различным каналам. Будь то там какие-то сайты информационные, телеграм-каналы, мессенджеры и так далее. То есть, отдельное спасибо коллеге. И значимость вот этих мероприятий, как раз оповещения населения, я бы хотел подчеркнуть еще раз, просто как житель города. Это меньше способствует панике. И на самом деле, вот этот сегодняшний наш разговор инициировали связисты, которые оценили. Я бы хотел включить сейчас такой маленький видеоподборку. Режиссера попрошу включить. События, которые произошли 1 и 2 октября на Якутской ГРС, они особо такой тревоги. Понятно, что температурный режим был другой и так далее. Отличался градус, скажем так, что было в декабре 2002 года и октябре. Но особое значение было то, что осталась система оповещений. Руководство республики, города выходило напрямую связь. Делало оценки от того, что произошло. Делало свои обращения к гражданам. Чтобы не возникало паники, не возникало каких-либо ситуаций, когда усилия тех же энергетиков могли восприняться неоднозначно, скажем так. И еще раз спасибо связистам, которые инициировали. Я бы хотел все-таки, каково значение средств связи, средств каналов связи. Я понимаю, что есть невидимые каналы для обычных, скажем, людей, которые помогают. Вот какие меры принимаются для обеспечения бесперебойной связи в первую очередь? Во-первых, все операторы связи, которые предоставляют услуги телекоммуникаций, должны обеспечить по приказу Минкомсвязи России бесперебойность работы узлов связи в течение четырех часов. Но это тот минимум, который прописан непосредственно по законодательству. На самом деле наши операторы прошли дальше. И, в принципе, при такой ситуации, которая произошла в Якутске, они были обеспечены практически топливом для работы дизель-генераторов в течение двух суток. Естественно, что где-то станции работали от аккумуляторных батарей, они тоже справились со своей работой. И мы тоже сделали для себя с операторами совместно какие-то выводы. Но при этом полноценно все станции работали в том штатном режиме, как и работали. Единственное, что не все услуги связи могли получить, потому что то активное оборудование, которое стоит у наших граждан, оно не работало в связи с отключением электроэнергии. Я все-таки попрошу немножко раскрыть карты, возможно. Какие каналы связи задействованы для оповещения не только граждан обычных, но и тех структур, которые вовлечены в процесс, скажем так, устранения тех последствий, которые могли вызвать те или иные техногенные причины? В данном случае использовалась обычная мобильная связь, потому что она в рабочем режиме была. В случае отключения, конечно, это могла бы задействована ведомственная телефонная связь по фиксированным каналам связи. До этого как бы не дошло. До этого не дошло? Хорошо. Те люди, которые усилили, скажем, свои действия после хранения действующей сети, я имею в виду операторов связи, в том числе признанные нашей программой, в том числе лучшим поставщиком мобильного интернета, компания Мегафон. Ваши, скажем, действия на что были направлены? Я понимаю, что там были. Включите, пожалуйста, вот видеоподборочку Мегафона. Александр, вам слово. На что были направлены действия? На самом деле мы с самого начала этой неприятной ситуации находились в очень тесном взаимодействии, в первую очередь с Министерством связи, как с нашим координирующим, в первую очередь, органом. И, собственно, мы готовили сеть к автономной работе. По факту мы готовили сеть к автономной работе в горизонте трех суток без внешнего электроснабжения. Это была очень сложная, тяжелая задача, потому что, безусловно, абсолютно не все узлы сети оборудованы дизель-генераторами, о чем Николай говорил. И, собственно, наша основная задача была продержать транспортную сеть в первую очередь, потому что ведь на нашем якутском ядре завязана вся республика. И если вдруг случится такое, что что-то случится с ядром, то, собственно, не только Якутск, но еще и вся республика останется без связи. Поэтому первостепенная задача была продержать центр коммутации. И дальше шла работа с крупными сетевыми узлами, которые обеспечивают транспортные линии до базовых станций. И вот именно потому, что нами было принято решение о том, что мы готовимся к долгосрочной работе сети без внешнего электроснабжения, мы постепенно начинали отключать технологии связи, начиная, безусловно, с самых энергоемких, то есть с четвертого поколения. Ну и, собственно, так как вот эта проблема с питанием продолжалась у нас всего 6-7 часов, поэтому, в общем-то, почти никто не почувствовал наших отключений, потому что действительно отключались только самые крупные удаленные узлы связи. Вот так мы и готовились. Очень, кстати, было интересно узнать, что те режимы работы в условиях, в сложных условиях, вы отрабатываете на праздниках, в том числе и на высохе, да? Совершенно верно. То есть, на самом деле, вот этот вот замечательный зеленый КАМАЗ, он представляет из себя абсолютно автономную базовую станцию, которая может быть развернута где угодно, и она не раз разворачивалась в зонах чрезвычайных ситуаций. На Дальнем Востоке, ну, к счастью, в Якутии, она еще не пригождалась в таких ситуациях, но в Владивостоке, в Амурской области она уже отрабатывала в режимах именно ЧС. И мы проводим несколько раз в год именно тренировки, действительно, тренировки команды вот этой мобильной базовой станции. Ну и, соответственно, для того, чтобы они были максимально эффективными, проводятся они вот в том числе на эссехе Алан-Хо, проводятся они, проводились в этом году они на играх Манчары. То есть тогда, когда действительно нужно локально обеспечить дополнительную емкость сети связи, поэтому мы и обеспечиваем людей связью, и дополнительно тренируем своих сотрудников для быстрого разворачивания таких мобильных комплексов. Спасибо. Николай Александрович, все-таки, вы помните же события 2002 года, тогда жизнь облегчалась одним очень фактом. Вот связисты подсказали, да, наличием вот такой вот квадратной розеточки, да? Давайте, вот ваше, не то что воспоминание, а ваше предположение. Каково значение оповещения населения в условиях, вот когда паника вот-вот грядет? Ну, оповещение населения, я считаю, это одним из самых главных факторов. Но здесь необходимо обратить внимание на то, что прежде чем оповещать население, кто-то должен принять решение, что необходимо оповещать население, первое. Второе, кто должен оповещать население? То есть, вот именно в этих моментах нужно разобраться принципиально. Вот смотрите, произошла авария на Якутске ГРЭС, так, да? Второе, в это время находилась там дежурная смена, будем говорить, дежурный диспетчер. На него легла очень огромная задача. Он должен выявить, в чем причина аварии, дать указания на устранение, поднять силы и средства. И кроме этого, еще оповестить взаимодействующие структуры, тех, кого он обеспечивает. Или тех, от кого получает энергию на выработку электроэнергии. Допустим, нас, газовиков. Потому что, что такое? Идет большое потребление газа, и здесь раз, газ прекратился. Куда девать этот газ? Или вот произошла авария, хлопок, давление газа сразу упало. Что случилось? Мы не знаем, что случилось. Простой обыватель. Пропал свет. У нас в городе Якутске находится только 150 котельных, которые обеспечивают теплом объекты и также самое жилой сектор. Они тоже должны получить информацию. От кого они должны получить информацию? Что такое? Газ есть, правильно, да? Котел работает, но света нету. Значит, двигатель, который гоняет воду, остановился. Значит, вода в системе, что? Замерзнет. Это временное отключение. Постоянное. Или на сколько времени это отключение? Ну, действительно, после 2002 года была проделана очень большая работа на всех этих объектов. Все-таки установили резервные источники питания. Ну, люди должны, руководители объектов должны знать, когда их запускать, на сколько времени. Ну, в процессе, если так смотреть, в принципе, причина аварии, что предыдущего, что этой аварии, практически, можно сказать, одна и та же причина. Это не сработала техника, будем так говорить. Но по времени ликвидация, как вы видите, произошла намного быстрее. То есть, очевидно, опыт есть, но, конечно, недостатки есть. И, да, недостатки в управлении. Вот я хочу сказать, что самый главный вывод был по той аварии, чтобы обеспечить прямой связью всех дежурных диспетчеров, которые принимают решения на первом этапе, когда нет руководства и когда случилась авария. Это дежурный диспетчер Якутска Энерго. Это дежурный диспетчер САХА Транснефтегаз. Это дежурный диспетчер Теплоэнергия. Это дежурный диспетчер Водоканала. Это обязательно ЕДДС города Якутска, обязательно МЧС. Вот эти все силы, оперативные дежурные, дежурные смены, на первом этапе, они вырабатывают решение, которое нужно принять, чтобы моментально или как можно быстрее локализовать эту аварию и это решение доложить уже руководству. И в этот момент никто дежурным не должен мешать. Никакая сотовая связь, никакие телефоны не должны звонить, кроме вот именно действия вот этой связи. Еще одна связь может быть с главным инженером и с начальником, ну с генеральным директором. В компании, в которой вы, я знаю, что вы очень много времени отдали службе в органах МЧС. В той компании, которая тоже связана, скажем так, со стратегическими поставками, насколько, как вы считаете, хорошо поставлена вот эта работа, координация действий, ликвидация и всего прочего? Сахатранснефтегазе, я имею в виду. Ну я скажу, что данная работа в Сахатранснефтегазе организована на достаточно хорошем уровне. Это можно даже сравнить с тем, да, вот привести такой пример, что в настоящее время компания эксплуатирует 6500 километров газопровода, из которых 2500 – это магистральный газопровод и 3600 километров – это поселковые различные сети. Причем где-то порядка 40% – это, значит, уже выработали срок свой. То есть якутская газовая транспортная система была введена в эксплуатацию в 1967 году. Вот, считайте, 50 лет. Срок где-то 30, максимум 40 лет. Мы уже за 50 лет перешли. Ну и 2000-е годы, знаете, когда никакого финансирования не было, что потеряли очень большой промежуток времени, что очень много не удалось сделать. Но вы случись что? Даете гарантию того, что будет предпринято все, что в ваших силах и в ваших ресурсах имеется, чтобы минимизировать? Знаете, Дмитрий, я отвечу на вас вопрос так. У нас постоянно что-то случается. Постоянно ездят бригады, постоянно ремонтируют, постоянно обслуживают, постоянно находятся все в дежурной работе, будем так говорить. Это такая служба. Давайте сразу после рекламной паузы мы вернемся к обсуждению тех действий, которые должны предпринимать все органы для того, чтобы минимизировать, скажем так, последствия чрезвычайных ситуаций. Увидимся. И мы продолжаем программу «Народный контроль», где для нас, для обывателей, представители различных структур, которые берут на себя ответственность, в случае чего доводят до нас, до обычных обывателей, какие действия принимаются властями и различными структурами, что за действия, ну, по крайней мере, пытаются меня, как обывателя, успокоить. И для начала давайте примем телефонный звонок нашего зрителя. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Вижу офицера МЧС среди вас. И хочу задать такой вопрос. Как повышается безопасность с кладированным снегом на улице Белик? Напротив пожарной части номер 4. Ну, ладно, пусть это будет частный вопрос, но все-таки, раз он поступил на эфир, Семен. По уборке снега. Добрый вечер, точнее, уважаемые коллеги. Уборка снега у нас существует, здесь привлекается у нас якутское звено территориальной подсистемы. То есть, единый организм у нас, в соответствии с постановлением правительства Республики Саха-Якутия, 393-е, создана у нас единая система предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. На самом деле, не только Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия во всех этих авариях и так далее задействовано. Получается, здесь мы привлекаем и энергетиков, и организаций ЖКХ, и связистов, и другие отдельные организации, которые входят в состав Якутской территориальной подсистемы РСЧС. По этому вопросу, ну, необходимо надо это самое, оповестить, конечно, ЕДДС города Якутска, обязательно оповестить Центр управления кризисных ситуаций, Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия. Данный вопрос, я думаю, что возьмут на контроль, и этот будет решен в соответствии с действующим законодательством и руководящими документами. Семен, все-таки люди начинают уже привыкать к смс-оповещениям, которые идут от МЧС, оповещения о тех или иных чрезвычайных ситуациях, локального масштаба, более глобального и так далее. Вот эта работа вашим управлением на каком уровне сейчас проводится, вот что хотелось бы? Да, совершенно правильно. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством, органом повседневного управления, у нас в Республике является Центр управления кризисных ситуаций, Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия. В данной подведомстве на нашем Главном управлении учреждения заключены договора, соответствующие с операторами сотовой связи. В настоящее время у нас по регламенту есть договора с сотовым оператором Мегафон, как предыдущие наши коллеги с Мегафон отмечали, а также с сотовым оператором ВИЛАЭ. И по поступлению каких-нибудь происшествий, чрезвычайных ситуаций или других инцидентов, которые имеют такой социальный резонанс, конечно, старшим оперативным дежурным суд принимается решение по проведению оповещения. То есть в соответствии с нашим соглашением с сотовым оператором направляются соответствующие текстовые сообщения и в автоматическом варианте тех или иных районах или по всей Республике данное оповещение. СМС-рассылка точнее идет. Судя по опыту передовых стран, вообще люди привыкают к таким вещам. Потому что государство бдит, государство следит, государство на готове, скажем так, решать те или иные кризисные ситуации. Дмитрий Николаевич, целый государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, вы представляете, ваше видение на проблему, на постановку вопроса. Вот как должны координироваться действия всех структур, которые задействованы, скажем так, ликвидации чрезвычайных ситуаций? Ну вот, Арсений Николаевич, мы, Арсений Николаевич стоял у истоков вообще этой системы. Системы предупреждения ликвидации ЧС вообще по всей стране, если так глобально, да, говорить? 2002 год, вспоминая, вот это только создание структуры территориальной топосистемы, принятие новых нормативно-правовых актов, алгоритмов, положений. И с того периода, вот я соглашусь со словами Арсений Николаевича о том, что проведена очень большая работа. Семен остановился о том, что вообще по системе реагирования у нас есть вертикаль, есть горизонталь, на региональном уровне орган повседневного управления, это центр управления в кризисных ситуациях. У оперативного дежурного данного центра есть, благодаря возможностям сегодняшней, ну как бы, мобильной связи, вообще продвижения, есть возможности включения непосредственно в радио, непосредственно телевидение от оперативного, от службы, от оперативного дежурного ЦУКСа, есть возможности выхода на систему, вот есть у нас комплексная система оповещения. И есть региональная автоматическая система, это может быть в виде сирен, иногда время от времени, наверное, в Якутске жители это наблюдают, раз в квартал у нас звучит сирена, это система связанная с гражданской обороной, ну а также он, вот как Семен сказал, старший оперативный дежурный принимает то или иное решение по включению и оповещению именно населения. Эта система очень-то хорошо, вот СМС-связь показывает, вот в период паводков, локально наши-то коллеги, то Мегафон, Билайн, МТС, локально в том или ином районе или в том или ином населенном пункте, именно для населения того населенного пункта мы можем локально оповестить уже сегодня данное население об той или иной угрозе и правилах поведения, то куда идти, то куда обрещаться, что с собой брать и как реагировать. Очень важно, да, ну как в народе же говорят, если оповещен, значит обезопасен, да, и очень большую роль играет реагирование эта система оповещения. На сегодняшний день вот система оповещения у нас идет наступательно, данные о системе у нас идут уже развернуты, практически вся республика уже завязана. В скором времени, в 2012 году мы должны запустить новую систему уже 112, да, в 2018 году, ну вот в будущем, да, систему 112 и потом дальше уже пойти уже в районах. И вот как мы говорим об уровнях обеспеченности, да, если данная, одна система выпадает, вторая система, она должна среагировать. Уходит свет, мы подключаем резервные источники, это питание, подключается мобильная связь, смс-сообщение или радио, мы подключаемся, ну или в телевидении. А так, я думаю о том, что оперативные службы якутского гарнизона, вот именно на данную аварию, которая в октябре произошла, они сработали все в соответствии с планами, в соответствии с алгоритмами. И мало того, на агрессии имеется своя объектовая, это пожарная часть, а там уже по следующему номеру еще подтягиваются дополнительные силы. И мало того, здесь прямые связи уже есть, это 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. А насколько часто проводятся учения вот для того персонала, который, вот как Александр Николаевич сказал, первые 10 минут, но принимает какие-то, возможно, ключевые решения? Насколько часто они тренируются и какие тренинги проводятся для них? Вообще, вообще, эти тренировки, они идут, ну, по отраслевой, да? Газовики. У газовиков диспетчеры, у энергетиков диспетчеры, у коммунальных служб. Будет уже с 2018 года, если система, в этой системе 112 есть тоже диспетчеры. Они обязаны проводить именно обучение. Вот, например, вот эту вот систему оповещения в соответствии с регламентом мы проводим раз в квартал. Это по гражданской обороне. Эта система проверяется, и она должна быть у нас 24 часа в сутки в постоянной готовности. В принципе, хорошо. Я слышу, что, да, были сделаны оценки ситуации в 2002-м и вот осенней ситуации. Я слышу о том, что расширяются, скажем так, и каналы взаимодействия, и каналы связи, и каналы оповещения, которые служат конечным итогом для того, чтобы, ну, минимизировать, скажем, потери. Вот, хорошо, что у нас и в 2002-м, да, и в этом году никаких чрезвычайных происшествий, там, связанных с мародерством, там, или с чем-нибудь типа такого не произошло. Я, ну, еще раз, октябрь все-таки тепло было, да, люди как бы это, и потом вот эти вот, то, что мы имели возможность выходить, там, в интернет и так далее, и так далее, это во многом успокаивало. Мы находились с друг с другом на связи, знали, где дети находятся, где близкие находятся, да, а в 2002-м-то году у нас просто этого не было, если вы помните, да, у нас просто не было. Мы шли сами по себе, в кромешной мгле, да, в кромешном холоде. И, на самом деле, предложение, вот, Николай Викторович, по проводному радио, да, тут еще один хороший, считай, бесплатный канал оповещения. Нет, на самом деле, в 2002-м году, вот, я тогда работал в САХ-телекоме, фиксированная телефонная связь работала, потому что каналы питались именно от станции, которая была подключена к резервному, вот, питанию. Ну, до телефона дойти надо было. Ну, тогда еще, ну, связь была. То, что касается, конечно, сотовой связи, естественно, базовые станции тогда отключались, да, то есть, через какое-то время они начали отключаться, потому что заряд аккумуляторов тогда выходил из строя. Конечно, мы тоже сделали тогда выводы и, собственно говоря, сейчас не почувствовали этой проблемы. Вопрос звучит так, когда в квартирах начнут опять подключать проводное радио? Ну, очень хороший инструмент. Непосредственно, кто готов за это платить? Если граждане готовы за это платить, то, в принципе, его никто не отменял. Его никто не отменял? Она сейчас работает. Служба есть, да? Да, это российский, значит, оператор РТРС, который представляет данную услугу. Особенно для лиц пожилого, скажем, возраста, вот эта информация, я думаю, будет полезна. И, ну, я не говорю, что в заключении, у нас еще есть время. Почему у нас, как вы думаете, почему исключено такое? Вот сказал Александр Николаевич, дежурный диспетчер, человек, который сидит на ответственном вот этом ключевом узле, да, ему не должен никто мешать. Вот синдром Кочинского у нас не может произойти, такое, которое сидит диспетчер, ему названивает начальника и говорит, ты что там сделал? Туда переключил? А не надо было этого? Вот это вот вообще исключено или нет? Дмитрий, вот когда авария произошла первого, да, через 15 минут я был в ЦДС. Диспетчер работал, ему никто не мешал. Даже приходил генеральный директор, он стоял сбоку и смотрел, потому что у него есть четкие инструкции, у него есть задачи, как можно быстрее подключить электричество. Но осложнялось все это чем? Когда вот произошел пожар, кстати, пожарные очень быстро отработали, все вот эти тренировки, это все вот как надо, да, когда потушили, проблема была в том, что диспетчер не знал, какое оборудование выжило. Вот это вот было самое страшное. И когда вот ему говорят, что там дым, мы там не видим, что там, что целое, что не целое, вот он не знал, он не мог принять решение, я вот лично это наблюдал. И когда ему сказали, там оборудование целое, он дал команду, значит, запускаем первую турбину, там какой-то свет пошел, сразу электричество дали, вода, канал, чтобы вода пришла. Вот, и постепенно, постепенно начали набирать, они запустили станцию. То есть у диспетчеров, у всех, у них есть четкие инструкции, они по ним работают, им не надо мешать. И руководство им практически не мешает, только вот там, если какие-то есть принципиальные нюансы, только тогда могут они вмешиваться. Случись, что значит наша жизнь, наших близких, наша с вами жизнь, да, она фактически находится в руках вот того десятка человек, которые являются теми самыми тревожными диспетчерами, да. У нас звонок еще один, и после этого вы дадите комментарий, говорите. Алло, здравствуйте. Да. Это с Пекарского, с улицы Пекарского. У нас три недели тому назад уходил свет, до шесть часов. Слышите меня, да? Ага. И, короче, у меня в доме там замерзли там, ну вот, батареи, у меня там замерз септик. У нас, короче, ну вот на Пекарского частный сектор. И у людей, короче, ну вот весь водопровод у нас, короче, замерз, да? Вопрос как звучит? Я спрашиваю о том, почему в такой холод должны отключать свет на целых шесть часов. И потом я, короче, звонила, ну вот, на какую-то там службу Якутэнерго. У нас заканчивается время, мы вопрос поняли. Николай, почему вообще энергетики допускают отключение, пусть даже по тех присоединению и так далее, вот на такое время, в такой холод? Очень коротко. Ну, на шесть часов это слишком много, скорее всего, это не тех присоединения, это была какая-то авария. Аварийный отключение? Да, здесь надо отдельно разбираться, что там произошло. Но шесть часов это в такой холод, это недопустимо. Это недопустимо. Хорошо, я хотел бы вернуться к вопросам о диспетчерах. Вот к тому десятку людей, имена которых мы не знаем фактически, да? Но в чьих руках находятся жизни вот 300 тысяч населения Якутска? Ну, если центральную Якутию, то все 500 тысяч населения. А чего от них мы должны ждать? Мы, простые обыватели. Давайте вот со старейшим начнем. Ну, здесь правильно было сказано Николаем и Дмитрием Николаевичем, что и по тренировкам, что действительно с ними и тренировки проводятся. Действительно, это специалисты очень высокого класса. Чтобы найти такого диспетчера, он проходит, значит, довольно долгое обучение, стажировку. Но у меня одно пожелание есть. И пожелание к системе МЧС, к СУКСу. Вот именно с этими диспетчерами нужно отдельно организовывать тренировки, давать различные вводные. Чисто с этими диспетчерами. То, что они у нас профессионалы, то, что они у нас досконально знают наши объекты и принимают решения, как у энергетиков, как у газовиков, как в теплоэнергии, как даже простые диспетчера. Города – это единая дежурно-диспетчерская служба. Ну, с ними надо чаще проводить тренировки. Я думаю, что действующие руководства тех структур, которые отвечают за жизнеобеспечение нашего региона, они все-таки прислушаются к мнению ветерана службы МЧС. И в заключение я хотел бы сказать, все-таки нам, простым обывателям, видно очень мало. У нас зрение вот такое вот, мы зашорены немножко вот такими, возможно, стереотипами и так далее. На самом деле, когда возникает та или иная ситуация, не дай бог возникнет этой зимой, включаются огромные механизмы. Огромные механизмы, в которых задействовано гигантское количество структур, гигантское количество сотрудников, людей, которые обеспечивают нашу с вами безопасность, в том числе и связь, и электричество, и бесперебойная подача энергоносителей. И увидимся, увидимся в следующем выпуске программы «Народный контроль». Мы безопасности. Субтитры сделал DimaTorzok